В феврале 2023 года Госдума может принять закон, который упростит оформление на работу подростков с 14 лет. Данный законопроект разрабатывает группа депутатов Единой России. Согласно этому законопроекту, подросткам при трудоустройстве больше не требуется одобрение органов опеки и попечительства. Теперь нужно будет лишь согласие одного из родителей. Данный закон направлен прежде всего на то, чтобы максимально защитить права детей, на получение зарплаты, на то, что их просто не обманут при устройстве на работу. И здорово, что теперь достаточно согласия одного родителя, уже не требуется согласие опеки. Конечно же, это не говорит о том, что все абсолютно подростки обязаны работать, но многие из них хотят либо помочь семье, либо как-то проявить себя в какой-то сфере деятельности, попробовать новое направление. И в этом случае, конечно, заключение официального договора, которое теперь благодаря этому закону, возможно, защитит детей от недобросовестных наимодателей. Инициаторы законопроекта считают нужным освободить работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр трудоустраиваемого. Также предлагается отменить обязательное согласование расторжения трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. В случае вступления законопроекта в силу, новые нормы будут выполняться с 1 марта 2023 года. До этого работодатель должен был сам оплачивать, допустим, медицинский осмотр своего работника. Сейчас такой необходимости нет. То есть он уже не несет каких-то, скажем, административной какой-то нагрузки на себя. То есть будет во многом упрощение. То есть работодатели сами заинтересованы в том, чтобы брать к себе молодых, скажем, работников. Но вот в силу, как это было раньше, то есть им было иногда трудно. Также важно отметить, что должен быть единый список вакансий, которые определяются Минздравом на основе понимания вредности того или иного вида труда для подростков. Отметим, что важным критерием является школьная успеваемость. Очень важно понимать, что несмотря на новый закон, подросток не имеет права работать на тяжелой работе какой-то, которая связана с физическим трудом тяжелым. Либо это какой-то рабочий день такой стандартный, он не подходит подросткам. В зависимости от возраста и от выбранного направления есть ряд ограничений, которые снимаются, когда ребенок достигает 18 лет. Классно данным Минтруда, ежегодно в России трудоустраивается 520 тысяч подростков. Подрабатывать во время летних каникул изъявляет желание 90% школьников. На вопрос, с чем связано желание подростков зарабатывать, эксперты отвечают просто. Это цивилизованное решение вопроса, когда подросток хочет работать, родители не против. И таким образом государство содействует максимальной защите законных интересов и прав наших уважаемых подростков. Известно, что кто-то хочет сделать подарки родителям, кто-то хочет помочь решить материальные проблемы семьи, а кто-то просто хочет ощутить, каково это зарабатывать самому, иметь деньги и самостоятельно ими распоряжаться. Я считаю, что это очень хорошая практика. Сейчас законодательство запрещает привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой. Кроме того, нужно письменное согласие родителей и органов опеки. В бланках, которые дают на подпись родителям, как правило, пояснение, чем именно будут заниматься дети. Аделина Амдрахманова, Универ Ньюс.